Всем привет! Вы смотрите канал Buon Appetit. С вами, как всегда, Вика и Толия, а также все наши друзья. И сегодня мы будем пробовать необычные взрывные шоты. Да, именно по вашим многочисленным просьбам мы повторяем эту рубрику, и перед нами сегодня стоит две задачи. Первая задача — определить, что входит в состав этих шотов, а вторая задача — постараться дотянуть до конца. Да, выжить. Поэтому, друзья, поехали. Я готов. Я готов, я готов, я готов, я готов. Пиво. Что? Пиво. На вид это похоже на кисель. Ммм, это имбирное. С клубничкой, а с пресничкой. Воследственность нужна какая-то правильная. Я предполагаю, что это мы окунаем туда и выпиваем. Медведь входит в берлогу, нет? Медведь входит в берлогу. Хорошо. Да-да-да. В смысле, я… Не-е-е-е-е… Иногда в жизни не пила пиво. Ты никогда в жизни не пила пиво? Никогда. О, класс! Меня волнует только… Ну вот это в принципе волновало. Прикольно. К сожалению, Серега уже не может остановиться. Но оно зачетно по вкусу. А можно было бы отдельно выпить шот? Это невкусно. Очень хорошо. Я не пью пиво. Так вот надо сейчас придумать как это может называться. Шпек? Нет? Кто? Это как бы настоящая русская матрешка. Чапенбомб. Шот, водки, вот в пиво, называется подводная лодка. У меня все руки мокрые, а вот в пиве… Ладно бы это была водка, но это пиво, оно так не поступало. В водке ты привыкла, да? Рукава, да? Да. Это модный йорк. Угодно. Мне нравится. Старт хороший. Я готова, официант! Шампанского! Чинь-чинь! Я сегодня цыганский барон. Я думаю, что это томатный сок. Пахнет перцем, это, наверное, табаско. Пахнет какой-то специей, вот, по крайней мере, верхняя штука очень пахнет специей. Я говорю, идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь, а ты делаешь так и говоришь вуду с ботиата. Ядрёным отрела… Там есть красный перец, по-моему. Это вкусненько. Вкусно. Я не смогла, это не вошло просто в меня. Не вошло? Так ты бы открылась ему. Верхушка – гадость, редкостная гадость. Конкретно водка, не знаю, почему она такая, но внизу, когда допиваешь до низа… Там перчик. А где там перчик? Вон там. Если это называть, я назову это недобоярский, потому что это стабаско, но это не так вкусно, как боярский. Давай назовем «не вошло». Это похоже на тайскую проститутку название, да? И проститутка, и тайская. Еще одно слово? Три слова? Это японская проститутка. Паназиатская. То есть это не валютная проститутка? Слушайте, как это и валютная проститутка. Я бы так бан назвала, честное слово. Там просто сразу все понятно. Если это что-то острое и русское, где самый перчик в Москве? Таллиннское? Нет, это не то. Сережа, ты выпадаешь из кадра. Я сейчас, честно говоря, выпадаю уже из реальности. Проститутка с Урала. Ни татарская, ни монгольская. А, из тайги, может быть. Это Улан-Удэ. Алтайская? Не так интересно. Прикольно, кстати. Алтай. Алтай. Йоу. Это газ, Вика. Газ! Белый русский только в шоте. Это классика, да? Это B52. После последнего B52 я потерял кошелек, кстати, с 500$. С 500$? В общем и целом это тоже будет очень вкусно. Адски сахарно, ужасно калорийно. Господи, прости. Засовываешь. И, значит, и быстро все залпом так выпиваешь. В общем это неплохо, просто очень-очень. Допивай эту концовочку. Что там? Она гадкая. Матка-боска. Нормально, сладенько. Но она наваливает жестко. Вот от этих коктейлей, вот там где есть огонь, у меня, не знаю, у меня как-то сносит крышу. Я начинаю танцевать, раздеваться, мне не все просто жестко. Я ненавижу эти коктейли. Вот не знаю. Он бомбардирует твой уровень инсулина в крови, походу. Вот что он бомбардирует. Ну не знаю, на самом деле я уже чувствую, как B52 меня бомбит. Она вот, ты пьешь, она не наваливает, она не наваливает, не наваливает, а потом как, на, и ты уже под столом. Ну вот этого. Видео, да? Давай. Грика, что это такое? Я ж не знаю, у меня закрыты глаза. О, господи! Это же современная искуска! Что там происходит? Это почти что джавкунс! Слушайте, мне все говорили, что это ужасно, но я всегда очень хотел это попробовать, я так рад. Это как в американских фильмах, мне кажется. Да. Желешошки. Желешки. Алкогошки. Алкожелешки. Обожаю желе. Просто Бог создавал Землю 7 дней, а на 8-ое он сделал желе, потому что такое нужно сделать что-то клевое, блин! Это желе для взрослых? Пьяная вишня. Это слишком банально. Это банально, да. Есть пьяная вишня. Это название в том стиле. Порошок желе, знаешь? Оно желатин или… Нет, скорее всего с вишневым желе, потому что в нем… Это мясо, я знаю, это животное, да? Мы должны придумать название. Какое-нибудь сексуальное название. Давай. Вообще. Огненное такое, страстное. Не русское. Не русское. Не русское. Желатин делается из животных, и димы разгоняются по этому поводу, но выглядит так, будто бы ты просто обкурился. Типа ест джелли фиш, а это джелли черри. Можно называть его вишневая медуза. Я сделаю вид, что я этого не слышала. Это была вишня. Капитан очевидность, кто тут в студии? Это я. У меня трубочка. Это было непонятно. Совершенно непонятно, к чему это, но спасибо за интересный опыт. В принципе всегда все нравится. Это же не мерзкая еда. Я думаю, что это просто эффект градуса. О, можно вишнюю назвать «эффект градуса». Нет, нельзя. Почему? Ну, не знаю, не идет. Слушайте, ну это было хорошо. Ну… Ну, потому что то, что пробовала когда-то я, что приготовили как-то на бон аппетит, это было ужасно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, переходите по ссылке в описании. И нажимайте колокольчик. И обязательно подпишитесь на инстаграм Толи. Для этой вот конфеты на желе пишите название в комментариях. А лучше что? Лучше комментарий получит. Давай придумаем. Фартук. Так, у нас еще есть в фартуке? Там дырочка есть. Да боже, где? Это как маленький-маленький Манхаттер! Аааа! Нет, тут тоже апельсин, нет? Каким-то чаем пахнет. Пахнет, как бабушкин профин. И похоже на саппуку с кока-колой, на самом деле. Поехали. Это ромашка? Похоже на ромашку. Это невкусно. Полынь, полынь. Цветы такие. Полынь. А вообще там секретный рецепт. Да? Да. Его не выдавали нацистам. Никогда. Никто не знает этот рецепт. И нацисты. Это корень, женьшень это. Артишоковый ликер. Ладно, не знаю, как пахнет артишоковый ликер. Мы предположили, что малиновый, рубиновый, рубиновый закат. Это такая, знаете, это как будто мама называла. Биттер, биттер и еще раз биттер. Смерть в альпах, не знаю. На вкус оно как лекарство. Доктор Ватсон? Доктор Зло. Доктор… Доктор Биттер. Горький доктор. Доктор Ху? Доктор… Доктор Зло? Это культурный шок? Комаровский. Доля, ты вообще сейчас палишь контором все свои ютубные просмотры. Топинамбур. Доктор Трава. Доктор Беня? Доктор Трава. Серьезно, Доктор Трава? Ты что видишь, что я говоришь? Это как чукчий рэп. Что видишь, что я говорю. Почему у нас название как будто мы из Яралаша только что вышли и стали здесь сниматься? Почему они такие? Где вот это хипстерско-модное? Латиночкой, но по-русски. Арт и шок. Арт и шок. А че ты на Ярлаш-то гонишь? Такая вот интересная. Ой, очень хорошо. Артюшок шокировал. В баре валютная проститутка это будет главный напиток, я вам глянусь. Вот начитаются ремарка и потом… Ремарка. Кочется ремарка? А потом у них смерть в Альпах. Карлову Фарретт говорю. Я вообще сюда прихожу, чтобы поесть, а мне говорят не ешь, пожалуйста, тут красивая композиция. Ага. Красивая. Берешь, стираешь, в рот полоскаешь, выпиваешь. Выкладывай. Аааа. Ахахаха. Сикота. Очень сикота. Двадцать долларов. Я выпил. Какая-то просто, реально. О, вкусненько. О, оливочка. Крова в америке маленьких. Это ужасно, отвратительно и эмерикано. Острое. И вообще, я сейчас просто уйду домой. Там есть перец чили. Да. Нет, там есть лечо. Если у бабушки лечо не получилось, оно вот какое-то такое по вкусу. Я запигачила туда полбанки табаско. Примерно вот так. Пошли они… Счет класс. Ничего не понял, выпил, но навалило так приятно. Такой, язык тебе щекочет так. Блин, если бы у меня были длинные волосы, я бы изобразила мексиканца. Я не могу. Помоги мне. Как? Типа это что-то кровавое… Кровавая вендетта. Я бы сказала, что это месячные, но это явно не будет… Серьезно? Месячные? Нет, вы гоните. Нет. Еще немножко я дойду уже до рекламы прокладок. Кровавый язык. Кровавая прокладка. Нет, давайте поговорим об тампуням. Тампоны? Я угадала. Тампоны? Я вообще не знала, забыл это слово. Кровавый тампон? Кто? Кто? Кто этот извращенец, который заказывает в барах это? Ты серьезно? Вот, чувак, не надо. Иди к психиатру. Я такой коктейль бы никогда уже не заказал. Опухоль мозга. Опухоль. Не гематома. Не опухоль, а зомби тогда. Там, по-моему, треска. Ну выглядит плохо, но я надеюсь… Это что-то с треской. Звучит ужасно. Господи, выглядит отвратительно. Там анис, там самбука. Я живу самбуку. На восьмой день Бог сделал желе. Да. А потом его отвлекли, такие асап, асап, асап. И он такой, короче, что-то напутал и сделал анис. Ой, Вика, здесь есть самбука. А, нет, не самбука. А кто такой… Не согласен, но раз уж мы заговорили про желе… Про Бога? Желе. То вот вам брошюрка. Это классно. Просто, чтобы все понимали. Это самый вкусный шот за сегодня и вообще за всю мою жизнь. Абсент. Детка, серьезно? Абсент? Класс. Я правда как-то учила одногруппников пить и запивала абсент самбука, а самбуку абсентом. Это очень вкусно. Я во-первых обожаю анис. Ммм… Ничего себе. А кончайл ее неплохо? Да. Ааа, абсент. Абсент. Сливочный. Сыр. Почему? Вернет, нет. Давай подумаем. Вот это вот новообразование, оно и точно так же ощущается в глотке. Как это может называться? Немножко есть сыра. Там вот мыши принесли точно. Город под подошвой. Рецептором тна просто вообще. Так, это не город под подошвой, к Симирон никому не зашел. К Симирон бог. А что ты скажешь тупаку, когда встретишь его на небе? Я говорю, оксимирон бог, он такой душебратка, но как бы слава КПСС его вынес, и я такой, ну да, ну да. А почему так называется? Это не честно. Мне кажется, этот коктейль даже называется какой-нибудь там, не знаю, парижский клошар. Можно вытирать. Да подождите! А можно еще что-нибудь поговорить, а можно еще один последний коктейль? Все, Настя, хватит. Пшш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Да, давайте попробуем. Что-то я уже заколебался в том коктейле рассказывать. Ну что, друзья, мы с Толей дошли до конца. Надеемся, что с нами друзьями произойдет… ну и вместе с нашими друзья дошли… друзья. Может я скажу? Нет, я… Мы вместе с нашими друзьями… вот все, друзья. Давай ты будешь молчать. Вот и пошел к концу наш выпуск, где мы пробуем дикий алкоголь. Было очень сладко, вкусно, горячо… Горько. Горько тоже. Не забывайте написать варианты вашего названия для четвертого шота и лучший вариант получит фартук от нас… С запахом Толи. А также не забывайте в комментариях написать свои предложения для наших следующих съемок. Ну а мы на этом прощаемся. Да, с вами был канал Bon Appetit, Вика, Толя – наши друзья. Всем пока. Пока-пока.